всем привет дубки на связи такая трешевая ситуация произошла буквально днях я снял ролик в котором рассказывал о клиентах которые подводят а тут вот сам стал таким продавцом который просто адово косякнул дважды при одном покупателям случайно не корости ради по своей как говорится солнечной тупости в конце марта продал козу и козочку казальпи это коза обыкновенная дворовая безрода и племени и козочку не помню там сколько ей времени было четыре по моему месяца и было 75 процентов айпийского ну продал и продал как бы через некоторое время клиент ко мне звонит у нее это козочка родила 7 месячные то есть на тот момент когда нам не звонил ей получать 7 месяцев было клиентка в шоке слезы льет она не рассчитывал что будет такое раннее покрытие я тоже в шоке я тоже не рассчитывал что в два месяца козочка может покрыться и на тот период у меня значит животные содержались вместе с козлом я ей предложил вернуть деньги за козочку как бы извините я же тоже не дурак чтобы продавать заведом рано козленка с ранним покрытием вот ну так вышло всякое бывает давайте я вам верну деньги женщина сказала что сейчас посмотрим как как себя типа поведет козленок она там наверное советовалась тоже с кем-то раннем покрытие какие последствия что к чему это может привести что ждать от этой козы но я в принципе я сказал что ну в принципе два литра она должна давать потому что там мать удойная все предки удойные и вероятность большая что ко второму окоту козочка дорастет до размеров взрослой козы примерно через неделю как спал отек козочка стала доить у нее 2 200 то есть окатившись 7 месяцев она стала до и 2 200 и она приняла решением козочку оставить у себя вот тут значит у меня недавно когда мы недели назад или полторы ракша катего сказал я посмотрел две козочки куда я смотрел как я смотрел в общем женщина вообще молодец оказалась она увидела что я продаю козочку цвета серна не потеряла веру в человечество то что вот такой косяк со мной получился на звонит мне павел мне так понравилась эта козочка можно ли ее купить я говорю подождите сейчас говорю она чуть-чуть подрастет я вызову ветеринара ветеринар обезрожит и тогда можно будет забрать вчера у меня приезжал ветеринар обезрожил эту козочку как я думал козочку сегодня приехал ее подружка а сегодня я еще утром голову витамины козлятам и этой козочки уколол ну чтобы она но вместе хорошо росла в колуги или а вид думаю еще еще так так искренне радовался за эту женщину что думаю блин вот не повезло ей с моей козой это от удойной козы от козла с хорошими предками и такая жоркая так она лучше всех козлят она пила молоко такая резвая шустрая думаю барин вот заглажу свой косяк загладил сегодня приехала и подруга забрала козленка уехала я с пришел выпаса устал лег поспать и разбудил меня звонок павел вы мне прислали козлика у меня прям все оборвалось как так ну ладно косякнуть один раз там где-то как-то это не специально но два раза косякнуть и так сильно на одном человеке причем женщина прям молодец смеется павел как же нам не назвала вы такой солнечный шутник вы мне нечаянно прислали козлика как у меня козлики только сангоу не мог же я спутать пришлите мне фотографии где там этот козлик в общем она мне прислала фотографии реально это козлик в общем за него и но давайте я приеду переверну вам деньги заберу козлика она нет давайте я подожду козочку такого цвета у меня окотов не намечается я не хочу быть в долгах давайте он деньги переведу нет да нет я подожду козочку такого цвета его у меня котов не планируется женщина шутила вас они планируют что варька катится типа она у меня катилась предложил ей две козочки которые у меня двухмесячные но они белые с темной спиной она хочет именно коричневая рассказала подумать до вечера и созвонится расскажет мне результат так что вот и паша тоже умеет косячить но было бы нечестно если бы я рассказал только о косяках клиентов которые не нравятся мне о своем промахе бы промолчал думаю уж говорить так как есть шило в мешке не утаишь так что вот так будьте внимательны и если вы косячите признавайте свои ошибки всего доброго пока пока